МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К наступлениям жары все больше людей тянутся к водоемам и зачастую забывают о простых мерах безопасности. Увы, беспечность на воде приводит к трагедии. С начала купального сезона в Бавлинском районе зарегистрированы две жертвы воды. На прошлой неделе на карьере у деревни Уба утонул 20-летний парень из села Кандры Республики Башкортостан. Накануне гибели молодой человек из Кандров получил диплом об окончании среднего профессионального учебного заведения города Октябрьский. По словам очевидцев, парень приехал на водоем вместе с братом-близнецом. Решил переплыть карьер, но не рассчитал свои силы. 3 июля в полдень на открытом бассейне города Бавлы утонул 18-летний бавлинец. На месте происшествия работали правоохранительные органы, медицинская служба. Был вызван водолаз из Лениногорска. В первый день поиски были безрезультатными, обследование дна продолжилось и на следующий день. В районе 10 часов водолаз обнаружил тело на дне середины бассейна. Как известно, карьеры у деревни Уба сел Козольяр Николашкино не являются санкционированными местами отдыха. Они не благоустроены, там не дежурят спасатели. Кроме того, качество воды оставляет желать лучшего. По словам главы Козольярского сельского поселения Эльвиры Сафиной, в карьерах вода не проточная, эти водоемы заболачиваются, все в тине. Купаться на карьерах опасно, поэтому подъездные пути пропаханы, но люди идут массово пешком. Отдыхать сюда приезжает в основном жители Октябрьского и Бавлинского районов. Экологическое состояние этих рукотворных водоемов, захламляемых с каждым днем все больше, также вызывает тревогу. Везде валяется мусор, бутылки. Здесь их целыми горами оставляют отдыхающие. Открытый городской бассейн после реконструкции стал одним из излюбленных мест отдыха горожан и гостей Бавлов. Он охраняется по мере возможностей и очищается. Здесь организовано дежурство спасателей. Правда, и здесь терять деятельности не стоит. По словам заместителя директора подприятия Бавлы Горсервис Марселя Ибрагимова, часто на бассейне без присмотра оказываются дети. Только за два дня спасатели вытащили из воды 7 человек. Большинство из них дети и подростки, как правило, купающиеся без присмотра родителей. Много нетрезвых отдыхающих. Вот за прошлую неделю, в принципе, да, можно считать 8 человек, из них 6 родителей. Уже не скажем, что мы прям утонувших вытаскивали. Уже предотвращали дети по халатности родителей, кто подскальзывается с лестницы, кто неаккуратно уже за детьми не досматривает. И дети просто уже сами отданы себе. А двоих, вот уже взрослых довольно-таки, у них причина такие, алкогольное опьянение, как бы переверили себе, решили переплыть, не смогли переплыть. Ладно, спасатели таких людей сразу замечают. И уже лодка наготове, вот так и спасли, то, что где-то на середине уже начали захлебываться и, как бы, ну, считать полноценно спасенным. И сколько спасателей работают? Спасателей ежедневно по два человека. Это у нас из МЧС России. Вот спасатели все обученные, все спасательные средства висят, как видите. Это и спасательный круг, и конец Александрова. То есть спасатели довольно-таки хорошо знают, как и что применять. Может, какие-нибудь советы вы уже знаете? Ну, совет. Совет какой в основном? В такую погоду желательно долго не находиться. Ни на воде, ни на открытой местности. Все-таки солнце, бывает и тепловые удары, бывает у людей и судороги сводят. Ну, это такой, для нормальных, скажем так, жителей. А уже для тех, которые ведут не совсем правильный образ жизни, как бы мы действительно своими силами не поделать ничего с ними не можем. Это открытая территория. И так вступаем в конфликты. Но желательно, чтобы, конечно, не пили на бассейне. Потому что все-таки все, которые уже взрослый контингент у нас ребята спасали, они были в нетрезвом состоянии. И как бы уже любой нетрезвый, это не есть красиво на бассейне. А родителям, можно сказать, как бы если вы пришли на бассейн с детьми, то нянек тут нету. Тут только спасатели. А если уж дело до спасателей доходит, то значит не досмотрели. А не досматривают очень часто. Как бы уж если пришли с детьми, то нечего самим загорать. Пусть дети купаются, а сами смотрите. С начала купального сезона организовываются профилактические рейды по водоемам Бавлинского района в целях предупреждения гибели людей на воде. Составлен специальный график патрулирования водоемов. В тех поселениях, где есть водные объекты, на рейды выезжают главы сельских поселений с депутатами. Обижают водоемы и сотрудники МЧС совместно с сотрудниками полиции, представителями административной комиссии и экологам. В ходе таких рейдов с отдыхающими проводятся разъяснительные беседы о правилах поведения на водных объектах. Для чего нужны эти рейды? Мы предупреждаем людей о том, что очень опасно купаться в несанкционированных местах для купания, в необорудованных местах для купания, так как здесь нет ни спасателей, никто не знает, какое здесь дно. И вследствие чего в республике даже у нас очень высокая гибель. Именно тонут люди на несанкционированных местах для купания. Ну, люди реагируют по-разному. Кто-то с пониманием, то есть все адекватно, сразу собираются, где-то уезжают, кто-то, ну, все говорит, что в воду не будем заходить. Некоторым уж приходится объяснять уже на воле на таком, так сказать, законодательном языке, что для этого уж мы привлекаем сотрудников ОВД в том числе. Очередной выезд был организован на карьер возле села Акзаляра. Несмотря на разгар рабочего дня, возле водоема народу было много. Люди купались, отдыхали с детьми. Начальник пожарно-спасательной части номер 109 Ильдар Галиев разъяснил отдыхающим, что купаться в необорудованных для купания местах запрещено. Тем более, что на днях на карьере утонул человек. В ходе рейда особое внимание обратили и на то, что многие взрослые разрешают здесь купаться детям и даже без плавсредств. Кстати, детей здесь в водоема много. Конечно, единицы относятся с пониманием. Некоторые говорят, что не знали о запрете купания и никаких аншлагов не заметили. Некоторые отдыхающие проявляли агрессию и разговаривали с представителями закона на повышенных тонах. К сожалению, зачастую люди не реагируют на то, что купаться в необорудованном месте запрещено, и считают, что они ничего не нарушают. Кстати, в ходе рейда встречались и отдыхающие за распитим спиртных напитков, а ведь купание в нетрезвом состоянии часто приводит к гибели людей на воде. Представителями административной комиссии был составлен один протокол на жителей города Октябрьский за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. А с начала купального сезона было составлено два таких протокола с закупанием в необорудованном месте. Представители закона предупреждают отдыхающих, просят не рисковать своими жизнями и близких людей. В рейде приняла участие старший специалист при Икске-Территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Илюса Саэтова. В летний период у берегов водоемов зачастую можно встретить припаркованные автомобили отдыхающих. Многие из них подъезжают прямо к воде. При этом мало кто задумывается о законности своих действий. Согласно Водному кодексу Российской Федерации, парковка транспортных средств вблизи водоемов запрещена и карается штрафами. Статья 65 гласит, что перемещение и стоянка автотранспортных средств в пределах водоохранных зон запрещена, исключая специально оборудованные для этого места с твердым покрытием. Статья 65 Водного кодекса запрещена стоянка и движение автотранспорт в водоохранной зоне рек. Например, водоохранная зона ободненного карьера 50 метров, реки Ик 200 метров. Поэтому призываем вас не подъезжать к водному объекту, водоохранную зону. А в случае выявления таких нарушителей будут привлекаться к административной ответственности по статье 8.42 КОАП РФ. Разрешается заезд автотранспорта по отсыпанной дороге, щебень и асфальт. А так водоохранную запрещен въезд. Некоторые отдыхающие начинали возмущаться, когда эколог объявляла им о нарушении, измеряла расстояние от транспортного средства до водоема. Некоторые вовсе поспешили собраться и быстрее уехать. Эколог предупреждала отдыхающих и просила их убрать автомобили на определенное расстояние от охраняемой зоны. Были зафиксированы и автомобили нарушителей. Рейды будут продолжены. Специалисты просят отдыхающих соблюдать меры безопасности на воде и купаться в специально оборудованных местах. Бугурусланское районное нефтепроводное управление приглашает на работу на ЛПДС «Бавлы» электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования. Требование среднее профессиональное образование по профилю специальности. Опыт практической работы не менее одного года по профессии. Обращаться по телефону 8 922 841 0338. 10 июля с 9 до 18 часов в ДК имени Мусы Джалиля состоится грандиозная распродажа новой коллекции шуб ведущих фабрик России. Мутон, норка, бобер, женские и молодежные пальто осень-земна 2018, пуховики, пехоры, куртки и плащи на синтепоне. Каждому покупателю шубы пальто и шарф в подарок. Предоставляются скидки до 50%, рассрочка до 3 лет. Отдых на свой страх и риск страшно рискован. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В местах, не оборудованных для купания, за вами не успеют прийти спасатели. Зато могут прийти водолазы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом Госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом Госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача. Лес – в лесу не просто опасность, а предвестник трагедии. С ăбро-буртils Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! До новых встреч и до свидания!